Смотрите, какой прекрасный день и прекрасный вечер. И здесь, на поле возле деревни Савенки, проходит слет активной молодежи Щелковского района. И на этот раз он посвящен столетию ВЛКСФ. Слет туристический. На берегу реки Воря 14 команд из всех поселений района разбили свои палаточные городки. И вот наступают торжественные минуты открытия слета. Команды скандируют свои речевки, участников приветствуют почетные гости. И за это нам награду! Мы в Литвиново живем! На туристическом слете активной молодежи есть те, кого сюда родители привозили еще ребенком вместе с собой. Это самые-самые-самые надежные, смелые туристы. Есть такие? Есть! Туристические слеты – это целая череда конкурсов, которые разыгрываются, конечно же, в соответствии с единой темой. Юбилеем организации, которая когда-то олицетворяла само понятие – активность, задор, напор, способность делать не для себя, а для всех. На туристическом слете столетие комсомола обыграно было даже в конкурсе с веселым названием «Поленица». Соответственно, тема «100 лет в ЛКСМ». Ну и кроме Ленина в голове больше ничего не было. Поэтому была задача сделать именно фигуру Ленина. И поставили на пьедестал, чтобы было повыше, помасштабнее, скажем так. Тема «100 летия в ЛКСМ» прошла красной нитью через весь слет. Палаточные лагеря команды оформили в соответствующем стиле. Пролетарские столовые, красные уголки, доски почета, библиотеки с советской литературой и фотографиями того времени. Отображена тема и в конкурсе поварского мастерства, и в оформлении всевозможных блюд, и в приглашении в состав жюри настоящих, тех самых из далекого прошлого, комсомольцев, которые когда-то тоже начинали свою общественную работу с участия в туристических слетах. Об этом рассказал ветеран комсомола Рафуддин Гальмеддинович Балашов. Ходили на комсомольские слеты, участвовали почти все школы, почти все школы. Был общий костер, было общее веселье, не по уголкам, каждый у себя, а было все общее. Радовались жизни, самое главное общались. Общение – это очень великое дело. Люди знакомились, некоторые женились после этого, встречались чаще, каждый год рвались на эти слеты. Я уверен в том, что те ветераны в ЛКСМ, которые сегодня здесь присутствуют, оценят то, что мы, безусловно, помним историю, хотим, чтобы ее помнили молодые люди. И, несмотря на то, что изменился политический строй, изменилось многое в стране, и той страны нет под названием Советский Союз, все равно без истории нет и будущего, и без памяти нет тоже будущего. Слет активной молодежи проходил в течение трех дней. В нем приняли участие более 200 человек. Андрей Циханович, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».